Тихий центр города Видное. Территория между домами 21, 22 по Советской улице и 23, 26 и 19 А по проспекту Ленинского комсомола. Проезжие части здесь узкие. Из-за ближайшей школы и детского сада частые заторы, которые, кстати, в скором времени могут увеличиться, а виной тому строящийся здесь рынок. Рынок нам здесь вообще не нужен. Магазинов здесь полно. Нет бы хорошей какой-нибудь поставить тут для детей. Зачем она нам нужна? Чтобы потом жители просто караул кричали. От того, что здесь будет и машина, и проезжая часть. Скопление вот этой очередной машины. Здесь так и так утром пробки. Данный участок находится в частной собственности. Вид разрешенного использования – объекты придорожного сервиса. Это значит, что строить можно гостиницы, запровочные станции, мойки и тому подобное. Причем только стационарным зданием. А собственник мало того, что использует землю не по назначению, так еще и возводит здесь нестационарные торговые объекты. Без наличия стационарного объекта осуществлять деятельность по торговле из НТО незаконно. В случае начала торговли администрация будет составлять административные протоколы и привлекать ответственность. К месту строительства рынка уже неоднократно приезжала инспекция, куда входят сотрудники администрации Ленинского городского округа и представители депутатского корпуса. Попытки выйти на связь с собственником безуспешны. Почему? Какое распоряжение у меня здесь? Какое распоряжение? Не, ну вот представители администрации приехали, я депутат местный. Обычный конструктивный диалог, которого нет, да, и жители поэтому возмущены. Посмотрите, территорию вокруг, ни одного парковочного места. Фактически, значит, нету здесь заезда-въезда для техники, а крупногабаритная техника, она здесь по-любому будет заезжать. Потому что как будет товар поставляться? Так в результате должен выглядеть строящийся рынок. Фотография взята с одного популярного сайта, где предлагается аренда торговых помещений. Аккуратные строения в едином стиле, расположенные в два ряда, просторная облагороженная территория, озеленение, но складывается впечатление, что все будет иначе. Объект полностью огорожен забором, представители администрации и депутатов на территорию не пускают. Что там происходит, непонятно, но и так видно, что имеющиеся строения не соответствуют архитектурному плану. Первые жалобы на строительство торгового объекта от жителей в администрацию поступили в конце мая. Все это время власти ведут борьбу с собственником. Позицию администрации, что строительство именно не стационарных торговых объектов, оно незаконно. Мы продолжим следить за ситуацией и информировать телезрителей о том, сложится ли нежеланное соседство. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Виднетв.